Андрей Петрович Рябушкин принадлежал к числу замечательных мастеров русской исторической живописи. Исключительность дарования художника заключалась в поэтическом видении прошлого, тонком проникновении в поэтику и стилистику старины. Рябушкин родился в селе Борисоглебском, близ Воронежа, в семье иконописца. В 1875 году Рябушкин поступает в Московское училище живописи, вояния и зодчества, где преподавали такие яркие и самобытные художники, как Перов, Прянишников, Сорокин, сразу оценившие талант юноши и его работоспособность. На ученических выставках появляются первые работы Рябушкина. Одна из них, крестьянская свадьба в Тамбовской губернии, была приобретена Третьяковым для своей галереи. Первые успехи окрыляют молодого художника, и в 1882 году он поступает в Академию художеств в Петербурге. Рябушкин с удовольствием начинает работать как иллюстратор в популярных журналах «Нива», «Всемирная иллюстрация», «Исторический вестник». Его увлекают картины далекого прошлого русского народа, «Ботовая жизнь 17 века». После окончания Академии художеств Рябушкин, хотя и получил право на заграничную командировку, но отправился в путешествие по России. Он побывал в Москве, Ростове, Ярославле, Новгороде, Пскове, Киеве. Художник открывает для себя очарование старинных русских городов, одухотворенную красоту средневековых фресок. Он интересовался каждой мелкой подробностью, каждым старинным костюмом, старинной песней, старинной грамотой, утварью, резьбой на избе, старинным узором на тканях, вышивками на полотенцах. Он запоминал каждую интересную мелодию, каждое местное выражение. Одним словом, жил и дышал только своим народным русским. После окончания командировки художник живет и работает в Петербурге. Талант Рябушкина развивается медленно, постепенно. Как художник он сформировался в демократических традициях московской живописи. Поэтому бытовой жанр, и особенно сцены из крестьянской жизни, занимают большое место в творческом наследии мастера. Картины проникнуты светлым, радостным настроением, мягким лиризмом. Для своих картин художник выбирает продолговатый, довольно вытянутый по горизонтали формат, что позволяет вместить в композицию большое количество фигур, размещенных свободно и естественно. В этих сценах отсутствует развернутая сюжетная повествовательность. Они бессобытийны, но с удивительной выразительностью. Воссоздается атмосфера, настроение праздника или его ожидания. Наиболее плодотворным стало для художника обращение к русскому 17 веку, к освоению художественного наследия прошлого. Рябушкин с большой исторической точностью передает костюмы, которые носили на Руси в 17 веке, подробно изображает орнаменты шитья и даже такую этнографическую деталь, как пол, застеленный соломой. Одно из самых поэтичных и гармоничных произведений Рябушкина – небольшая картина «Русские женщины 17 века в церкви». Тонкая согласованность красочного узора одежд и росписи церковного интерьера выдержана в мажорной цветовой гамме. Цвет определяет эмоциональную выразительность художественного образа, полного просветленной радости, внутренней успокоенности и душевной чистоты. По поводу этой картины художник отметил – вот теперь только я выучился. Последние годы жизни художника – период расцвета его творчества, период больших художественных завоеваний. Новое понимание картины как целостного и замкнутого единства композиции, цвета и ритма активизирует средства художественной выразительности. Тяжелая болезнь оборвала жизнь художника. Многие творческие замыслы остались невыполненными. В творчестве Рябушкина проявились искания подлинного художника, воплотившего свои представления о прекрасном, замечательных произведениях живописи.